МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но решить проблему так и не смогли. Поставили ограждение, просто развернулись и уехали, говорят жители. Когда продолжатся работы, людям не сообщили. Ни управляющая компания, ни по ЖРТ, никто не приходит. В администрацию города промышленного звонила, управляющая два-три раза вызывала. МЧС звонила, вызывала. Все приедут, звоните в водоканал. Все звоните в водоканал. Туда не дозвонишься, все сбрасывают номер. Вот РКС позвонил номер телефона. Те вначале ответили, что заявка принята, ждите. По сей день ждём, никто не едет. А сейчас вообще ни на какие телефоны не отвечают. А тем временем вода всё больше подтапливает цоколь здания. Страдает фундамент. Не исключено, говорят жители, что в будущем это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до разрушения дома. С подобными проблемами жители нескольких домов на демократической сталкиваются регулярно. Порывы происходят по несколько раз в год. Но решить проблему кардинально ответственные службы почему-то не могут. Там постоянно, каждый год, два-три прорыва. 16-го дома, выше дома. Люди настоятельно просят обратить на эту довольно серьёзную проблему внимание и уже наконец-то начать что-то делать. Проконтролировать ход ремонта просят районную администрацию. Иначе, говорят, придётся обращаться в надзорные ведомства. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ.